Украинские монеты А второй раз, уже когда столкнулся вот с этой монетой. Это 5 гривен 2010 года казацкая лодка. В 1998 году возле берега острова Кортица на глубине 10 метров была обнаружена затонувшая лодка середины 18 века. Через год ее смогли достать и начать процесс реставрации. Он затянулся на 10 лет и закончился примерно в то же время, когда появилась вот эта самая монета. Был восстановлен нос, а правый борт оставили неизменным, чтобы продемонстрировать оригинальность конструкции. Анализ источников того времени показал, что это казацкая лодка периода русско-турецкой войны 1736-1739 года. Сейчас лодка находится в павильоне на южном берегу острова Кортица. Несмотря на такое простое название, лодка это настоящее речное судно. Длиной 17,5 метров, высота борта 3,5 метра, келевая конструкция, экипаж до 60 человек. Ходить она могла как на веслах, для этого было 6 пар весел, так и под парусом. 10-метровая мачта, а паруса складывались, чтобы лодка могла подойти к берегу незаметно. Вооружение, кроме стрелкового оружия экипажа, составляли 4 пушки, или фальконета, до 100 килограмм веса. В начале той войны с Турцией в России не было собственного флота на Днепре. Поэтому в верховьях реки, пользуясь чертежами казацких чаек, было построено несколько сотен плодок. Но они вышли куда массивнее своего оригинала и не смогли пройти днепровские пороги. Вторую попытку предприняли ниже по течению. На острове Хортица было построено около 400 лодок, которые хорошо проявили себя во время войны, при десантировании и борьбе с турецкими кораблями. Но после подписания мирного договора в 1739 году оказались в географическом тупике. Выше по течению они не могли пройти из-за порогов, а ниже по условиям мирного договора. Так они и складировались без присмотра на берегу острова Хортица, где их разбирали на доски, а часть затонула, как и та лодка, что нашли в 1998 году. Ну а теперь про монету. Монета номиналом 5 гривен, выпущена в 2010 году. Это первая монета в серии «Морская история Украины». Диаметр у нее 35 миллиметров, а состав не зильда. Но давайте посмотрим на нее поближе. Вот такая монета. И напоследок. Есть такое шуточное выражение – подводная лодка в степях Украины. Но и она имеет право на жизнь. Правда, относится к конструкции оригинальных казацких чаят. Зачастую вдоль борта у них шел поиск плавучести из камыша. В случае опасности лодку загоняли в плавни, заполняли водой, и она погружалась, но не тонула. Вот такая «Морская история Украины», такая монета. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а пока всем счастливо и желаю хорошего пополнения ваших коллекций.